На связи Краткий Капитан. Сегодня я расскажу вам о фильме «Солдаты неудачи». Пройдя через настоящий ад во Вьетнаме, Джон Тейбек по прозвищу Четырехлистник написал книгу, ставшую бестселлером. По его книге даже стали снимать фильм. По задумке продюсера и режиссера должна получиться эпическая лента о героических героях, совершающих не менее героические поступки. На главные роли подобрали дико популярных суперзвезд. Зато сэкономили на второстепенных героев, пригласив сюда малоизвестных актеров. Съемки проходят во Вьетнаме, и денег вбухивают в этот фильм немало. Одному из актеров, коренному австралийцу Кирку Лазарусу, даже хватило на операцию по смене пигмента кожи. Его герой чернокожий, поэтому Кирк сделал то же самое, что и Майкл Джексон в конце 80-х, только наоборот. Однако он так и не смог ужиться на съемочной площадке с Тагом Спидманом, которому выпало играть Четырехлистника. Из-за их конфликта подрывник Коди Андервуд не вовремя запускает свою пиротехнику. Происходит взрыв стоимостью 4 миллиона долларов, а камеры при этом выключены. Об этом сразу узнали СМИ и заговорили о том, что режиссер не справляется со своей задачей. Таг Спидман считает себя главной звездой фильма, но его агент Рик Долбер открывает Тагу глаза, после провалившегося в прокате фильма о дебиле Джеки, Тагу нужен суперхит, иначе он скатится в категорию Б и о нем все забудут. Несмотря на это, Рик продолжает поддерживать Тага. Он высылает ему спутниковый телефон в подарок, чтобы Таг всегда был на связи. С тобой я самому могу обрести счастье. Из-за перерасхода бюджета режиссера Дэмиэна Ройчленана вызывает к себе эксцентричный продюсер Лес Гроссман. И когда он выкручивает Ройчленану яйца за то, что тот не может приструнить зазнавшихся актеров, Джон Тейбек советует ему отправить избалованных кинозвезд в джунгли в дикие условия, чтобы те перепугались по-настоящему и выдали свою лучшую игру. Однако к Тейбеку не прислушиваются. Гроссману достаточно, что режиссеру заехали по физиономии. После совещания с Гроссманом Ройчленан идет на вечеринку по случаю окончания недели съемок. Он пробует собрать актеров на совещание, но этими примадоннами кажется невозможно управлять. Тогда он плюет на них, надирается и идет на пляж, где Тейбек предлагает ему развесить камеры по джунглям и запустить туда кинозвезд со сценарием и картой локаций, где будут проходить съемки. Такой натуралистичный фильм будет иметь успех, и Ройчленан соглашается. В вертолет сажают актеров, снимающихся в главных ролях. Тагга, Кирка Лазаруса, рэпера Аль Пучино, героя сортирных комедий Джеффа Портной и никому неизвестного Кевина Сандески. Из съемочной группы здесь только сам Ройчленан и подрывник Андервуд. В качестве консультанта с ними поехал Тейбек. Режиссера и актеров высаживают посреди леса, Ройчленан объясняет им новый принцип съемки фильма. Чтобы избалованные кинозвезды не начали жаловаться своим агентам, а также для создания большей реалистичности, он забирает у них телефоны. Однако Таг прячет свой спутниковый телефон. Затем Ройчленан отходит в сторону и подрывается на мине. Все в шоке, кроме Тагга. Теплый. Сироп со вкусом крови. Он уверен, что это спецэффекты, ведь он их повидал на съемках блокбастеров. Его захватывает идея Ройчленана. Он готов выложиться на все сто, ведь ему нужен кассово успешный фильм. Взрыв и крики актеров слышат бойцы фабрики по производству наркотиков. Они идут проверить ситуацию, видят американских солдат и открывают по ним огонь. Считая, что это статисты по ним стреляют, актеры отвечают на обстрел. Особенно старается так. Из укрытия Андервуд слышит выстрелы, понимает, что съемки начались, и подрывает заготовленные заранее снаряды. Бойцам приходится отступить, а так еще раз убеждается, что все это всего лишь съемки. Он ведет за собой остальных к следующей локации, обозначенной на карте. Как только они уходят, на место съемок прибывают Андервуд и Тейбек. Они находят останки режиссера и думают, что подорвали его. Они начинают спорить. Подрывник хватается за культи ветерана и отрывает их. Оказывается, Тейбек не потерял кисти рук на войне. Он всех обманул, а все события книги просто выдумал. Из леса появляются бандиты с автоматами и берут их в плен. В отличие от остальных актеров Кирк Лазарус не верит в то, что фильм все еще снимают. Он понимает, что так заблудился, однако тот не дает посмотреть на карту. На привале Кирк договаривается с Кевином, чтобы тот прочитал карту, ведь он единственный был в военной учебке. Так тоже пытается перетянуть Кевина на свою сторону. Один только Джефф ни с кем не договаривается. Он просто хочет нюхнуть кокосика, но летучая мышь выхватывает у него пакет и сама упарывается коксом. И тут Джефф понимает, что без белого порошка ему придется ой как не сладко. Так выводит всех к реке, но Кирк не уверен, что это правильный путь. Он просит Кевина посмотреть карту и выясняется, что они идут не туда. Так хочет, чтобы получилось идеально, поэтому он идет своей дорогой. Он не сомневается, что до сих пор снимается в кино. Остальные члены команды идут по карте. Ночью к Тагу в лагерь приходит неприятель. Таг выхватывает нож и в темноте разделывается с противником. Однако это оказывается не опасный бандит, а милая панда. От психического напряжения у Тага едет крыша. И в разговоре со своим агентом он говорит сбивчиво. Долбер считает, что он убил какую-то Аманду, а не панду. В итоге из его слов Рик делает вывод, что Таг ищет другое агентство. Он боится потерять хорошего клиента, а потому едет к Гроссману выбивать причитающиеся по контракту ништяки. Тем временем самого Тага ловят бойцы наркоторговцев и отводят в деревню, где делают героин. В лагере он не выходит из образа, думая, что все идет по сценарию. Джеффу тоже тяжко. Его так ломает, что своими ногами он идти не может. Приходится положить его на вовремя подвернувшегося быка. С Джеффом на Парнокопытном они движутся дальше и выходят к той деревне, где держат Тага, Андервуда и Тейбека. Они понимают, что находятся уже не во Вьетнаме, а перед ними деревушка, где производят наркотики. И в ней пытают Тага. Пытками командует глава группировки Огненный Дракон, мальчишка по имени Чан. В процессе Таг начинает говорить как дебил Джек, и Чан узнает в пленном актера, сыгравшего отсталого паренька. Он, как и все жители деревни, фанатеет от дебила Джека. Чан ставит Тагу условия. Либо тот играет на сцене перед всей деревней, либо его убивают. Таг выбирает первый вариант. Он, наконец, понял, что действительно оказался в плену. Люди Чана хотят получить выкуп за знаменитость. Они забирают у Тага телефон и звонят Рику Долберу, чтобы затребовать 50 миллионов. Рик как раз находится у Гроссмана, но тот отказывается вступать в переговоры с террористами. Он готов пожертвовать Тагом и даже пытается подкупить Долбера, но Рик не желает продавать друга. Команда актеров собирается спасать Тага. Кирк и Альпа идут в разведку, а Джефф просит Кевина привязать его к дереву, чтобы он от ломки не убежал в деревню с наркотой. Оценив обстановку, все четверо решают действовать по сценарию фильма, ведь в нем уже прописан аналогичный сюжет. Нам с Альпой природа уже помогла с камуфляжем. Притухни, утконос. Они используют Джеффа в качестве приманки, кладут его тушу на быка и тащат к лагерю огненного дракона. Кирк – мастер перевоплощений, а потому он маскируется под местного и говорит, что поймал еще одного американца. Тем временем Альпа и Кевин проникают в лагерь и принимаются искать пленных. Альпа находит Андервуда и Тейбека. К Кирку приводят Чана, и мальчишка понимает, что перед ним переодетый американец. Он приказывает убить его, но тут актеры открывают огонь холостыми патронами, заставляя бойцов бросить оружие. Джефф хватает Чана и сбегает в поисках наркотиков. Кевин и Кирк идут искать Тагга. Находят его в одной из хижин. Так окончательно съехал с катушек, играя роль дебила Джека. Даже Кирк не смог привести его в чувство. Вместо этого он сам вышел из образа чернокожего мазафаки и расклеился на глазах у коллег. Выяснилось, что никакую операцию он не делал, а смуглая кожа и пухлые губы – это просто мастерски наложенный грим. И только Кевину удается вразумить обоих. В это же время Джефф сражается с Чаном. Мальчишка воспользовался неуклюжестью толстяка и набросился на него. А на улице Альпа уже не может сдерживать толпу солдат, держа в руках автоматы с холостыми патронами. В тот момент, когда Джефф раздавил своим пузом мальчугана, бойцы поднялись и принялись стрелять в Альпу. Если бы не Андервуд и его запас взрывчатки, который он носил при себе, актерам пришлось бы туго. Подрывник устроил азиатам пиротехническую заваруху, разбив стройные ряды солдат. Тейбока он отправил к вертолету. Затем Андервуд заминировал мост, по которому воссоединившаяся команда актеров должна была бежать к вертолету. За ними гналось целое войско. Когда все уже залезли в вертушку, так решил погеройствовать. Он уверен, что нашел общий язык с ребятами из Огненного Дракона и сможет их задержать. Однако, получив десяток ударов ножом в спину от ребенка, Таг передумал геройствовать и вернулся к своим. Чтобы спастись от преследователей, пришлось взрывать мост, когда Таг еще был на нем. Он выжил, но после взрыва сыграл свою самую сильную роль в кино, от которой даже у Кирка на глаза навернулись слезы. Когда вертолет с актерами поднялся в воздух, появился Рик Долбер. Он лично привез Таггу, обещанный по контракту Тиво. С другой стороны реки по вертушке выстрелил Чан, и Рик всех спас, запустив в снаряд чемоданчик с устройством. За роль в фильме так получил Оскар. Его карьера была спасена, а все причастные к фильму заработали на нем хорошие деньги. У Кевина появилась подружка, а Альпа пришел на вручение Оскара со своим бойфрендом. И даже Гроссман рад успеху кинокартины. Он отмечает вручение заветной статуэтки зажигательным танцем у себя в офисе. Это все на сегодня. Подписывайтесь и ставьте лайки, если хотите больше подобных роликов.